Кристина, пожалуйста, вам слово, да, характеризуйте нам карточный бизнес не только в Казахстане и какие перспективы нас ждут, чем порадуете, какими бонусами? Спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте еще раз. Я рада, что обращаясь к этой аудитории, могу говорить друзья, потому что в этом зале очень много дружественных лиц, с которыми мы очень много работаем, и это здорово. Сегодня мы поговорим о том, что такое финтек с нашей точки зрения, с вашей точки зрения, что виза делает для того, чтобы финтек развивался как можно более активно, и в принципе конечной целью всего того, что мы делаем является создание еще более удобных, быстрых и безопасных платежей. Наверное, визу представлять не стоит в этом зале. Тем не менее, позволю себе сказать, что, безусловно, виза является глобальным лидером в развитии платежных технологий. Мы оперируем более чем в 200 странах мира, производя транзакции или процессируя транзакции между пользователями, бизнесами, правительствами, торгово-сервисными предприятиями и так далее. Если вам о чем-то говорит цифра 3,8 миллиарда, попробуем? Маловато было бы для транзакций в день, но давайте с утра не буду сильно вас мучить. 3,8 миллиарда – это количество учетных записей виза, имитированных во всем мире. И я уже не говорю, мы не говорим сегодня о картах, потому что это уже, конечно, далеко не карты. Мы говорим «учетная запись», потому что к каждой учетной записи может быть привязана карта, мобильный телефон, вот часы, вот мое платежное кольцо – это все учетная запись. Таких учетных записей виза сегодня в мире 3,8 миллиарда. И если вы знаете, наверное, вы знаете, наше население Земли стремительно приближается к волшебной цифре 8 миллиардов. Таким образом, сегодня практически каждый второй житель Земли имеет в кармане, в руках, на руке, в кармане телефон с учетной записью виза. И это не может не радовать. Говоря о финтеках, наверное, финтек – это такое самое сегодня используемое слово, если мы говорим о платежах. И мне кажется, было бы полезно его немножко попытаться систематизировать, понять, что мы подразумеваем под финтеками. Ну, начну с того, что, конечно, искренняя гордость переполняет, когда говорим о том, что виза, по сути, является первой финтек-компанией в мире. Потому что основатель нашей компании более 60 лет назад, D-Hawk, визионер, подумал, придумал идею того, что деньги могут перемещаться в электронном виде по миру. Не обязательно использовать физические носители. И таким образом виза стала первой компанией в мире, которая объединила финансы и технологии и создала первую в мире платежную электронную сеть, которую мы сегодня с вами знаем, как виза.нет. Но если говорить о финтеке более системно, что такое финтек? Какие компании мы объединяем в это понятие? Может быть, это будет как будто полезно для того, чтобы внести такую, знаете, систему в свое собственное мышление. Мы объединяем компании финтека в два основных направления, две основные категории. Финтек-сервисы для клиентов. И они представлены такими понятиями, как необанки и кошельки, альтернативное кредитование, бизнес-решение, денежные переводы, криптоактивности. И маркетплейсы, и социальные платформы, на которых также развиваются платежи. И здесь вот сидят мои коллеги, которые являются яркими представителями некоторых из этих категорий. И они сегодня расскажут более подробно о том, как они развивают свои работы в сфере финтека. При этом финтек также работает как инфраструктурные решения, создавая платформы, решения для предоставления последующего финансовых услуг. Это такие понятия, как банки или банкинг, как сервис. Такие понятия, как платформа по работе с данными, с персональными данными, с защитой персональных данных. Компания Плейт знаменитая. И такие еще категории, безусловно, как телекоммуникации, бизнес-сервисы и решения. Вот так мы видим финтек, если попытаться его немножко систематизировать. Но что надо отметить? Мы считаем, и я уверена, вы согласитесь со мной, эра финтека, которую мы называли финтек 1.0, подошла к концу. То время, когда инвесторы очень активно верили в бизнес-идеи финтека, были готовы практически бесконечно инвестировать средства в саму идею, не дожидаясь монетизации. Были доступны, легко доступны, я бы сказала, государственные, частные, венчурные капиталы. С нашей точки зрения это время прошло. И финтек 2.0 характеризуется тем, что выживают по сути и выживут лидеры категории. Мы видим, мы считаем, что финтек будет сильно, компании, представляющие финтек, будут сильно консолидироваться. Потому что только лидеры категории смогут выжить и эффективно двигаться вперед. Будут поглощать, будут сливаться или компании будут просто уходить, маленькие компании будут уходить с рынка. Основным драйвером развития финтека или критерием успешности любого финтека с нашей точки зрения будет являться его способность масштабироваться, причем масштабироваться эффективно с точки зрения получения прибыли и создавать, генерить денежные потоки. Сама бизнес идея, наверное, или технологическая идея, какой бы замечательной она ни была, без бизнес модели, обеспечивающей монетизацию и масштабирование, будет бесполезно. И, наверное, ожидать инвестиций в такую компанию будет сложно сегодня. И если посмотреть, такая поддержка моих слов, это данные по капитализации некоторых компаний, которые я уверена, вы все хорошо знаете, эти компании очень на слуху. Посмотрите на капитализацию этих компаний с разницей в несколько месяцев. На мой взгляд, это драматические цифры. И они, наверное, подтверждают то, что я сейчас сказала. Возможности легкого доступа к капиталу, наверное, сейчас исчерпаны. Поэтому финтеку надо очень сильно концентрироваться на создании своего ценностного предложения и на четком понимании бизнес модели и способов монетизации. И еще одно подтверждение того, что финтек при этом навсегда изменил нашу жизнь. Прошлой жизни больше не будет, когда со средоточением платежных услуг были только классические банки, когда для того, чтобы сделать любую банковскую операцию, необходимо было входить в филиал. Но и, к счастью, этого прошлого больше не будет. И посмотрите, как стремительно растет количество компаний, финтек-компаний, с которыми мы сотрудничаем, как виза. Стоимость которых превышает 1 миллиард. Посмотрите с течением каждого года, как увеличивается это количество. И это говорит нам о том, что происходит консолидация. И финтек становится большим финтеком или консолидирует, превращается, если хотите, в банк. Вокруг чего сегодня финтек строит свою работу? Вокруг чего сегодня вертится этот движок в основном? Мы выделяем несколько основных трендов. Это, безусловно, бесконтакт. Это способность осуществлять платежи без прикосновения. Слово говорит само за себя. Это возможность оплачивать смарт-девайсами. Это возможность использовать технологию Taptofon, о которой, я уверена, вы знаете и слышали. Это технология, позволяющая на базе смартфона Android превращать телефон в терминал для приема платежей, бесконтактных платежей. И нам кажется, что эта технология является прорывной с точки зрения возможности развития приема сети платежей. Мы все с вами знаем, насколько хорошо дела обстоят в городах с точки зрения приема платежей, безналичных платежей. И насколько все грустно становится, когда мы только делаем шаг за пределы города в регионах. Поэтому Taptofon это та технология, которая, мы уверены, позволит нам выровнять эту ситуацию и привнести широкий acceptance в регионы. И, возможно, вы знаете, Казахстан является мировым лидером по проникновению, по развитию и проникновению технологии Taptofon. И, безусловно, это не может не радовать. Электронная коммерция. Не добавить, не убавить. Мы каждый день используем все это дело. И финтеки работают для того, чтобы наше использование электронной коммерции становилось еще более удобным. А Visa старается, чтобы это было при этом еще безопасным. Поэтому развитие электронной коммерции – безусловный тренд. И он будет продолжаться, потому что не то, чтобы мы с вами не развивали электронную коммерцию последние 20 лет. Но, безусловно, два года пандемии придали такой толчок ускорения, что сегодня этот тренд является одним из самых значимых. Далее. By now, pay later. Также совершенно не новая тема. Но мы видим, насколько прочно она вошла в финансовую жизнь. И понимаем, почему. Потребители ценят простоту, понятность процесса, понятность сумм, которые необходимо платить. Продавцы, безусловно, ценят очень высокий уровень конверсии в продажах при использовании BNPL. Конверсия составляет порядка 27%. И рост объема продаж. В среднем рост объема продаж при использовании BNPL у торговых точек составляет около 40%. Поэтому это тоже значимый тренд. Платежи в реальном времени. Это то, к чему мы привыкли и без чего мы не представляем свою жизнь. И если платеж в торговой точке в реальном времени стал обыденным, то возможность, например, приводить в реальное время другие виды платежей очень интересна. Например, Visa запустила сервис, который мы называем Early Wage Access. Трудно выговорить, но суть в том, что сотрудник компании может получать зарплату не раз в месяц, как привык, а в принципе он может ее получать каждый день. Ту порцию или часть зарплаты, которая на сегодня ему уже доступна, то есть им как бы заработана, он может ее получать каждый день, тем самым снижая свою зависимость от заемных средств. Ну и мобильные платежные системы. Здесь все понятно. Это то, с чем мы живем сегодня каждый день. И финтек очень активно работает над тем, чтобы все это развивалось и двигалось. Это те тренды, которые мы видим, в которых мы живем и над которыми работают компании финтек. Ну и встает закономерный вопрос, представленный на экране. С нашей точки зрения дальше вот что. Это те три основных направления, куда нам кажется смотрят компании финтек и где будет развиваться такая основная конкурентная борьба между различными компаниями финтека. Embedded finance или встроенные финансы. С течением двух тысяч лет, наверное, полутора, с тех пор, как существует понятие банкинга, технологии, когда они появились, банковские, были очень труднодоступны. Мы все с вами знаем, насколько сложной для доступа была банковская сфера, банковская индустрия. Это и доступ к технологиям, которые были очень дорогие, лицензирования и так далее. Сегодня, с учетом того, что технологии стали настолько доступны, возможность предоставлять платежную часть сервиса и встраивать его в неплатежный сервис, это очень большой тренд и развитие, которое мы видим. Таким образом, такая определенная монополия на осуществление платежей уходит от банков и становится доступной и нефинансовым сервисом. И это замечательно, потому что банки, в свою очередь, с помощью API, с помощью любых различных других каналов получают возможность предоставлять эти сервисы своим нефинансовым партнерам. Таким образом, образуя синергию, от которой выигрываем мы с вами. Потому что мы можем получать финансовую услугу в абсолютно нефинансовом сервисе. Нагляднейший пример, ну что, служба такси, избитый Uber, с которого все началось и все остальные сегодня. Такси – это, по сути, нефинансовый сервис, это не банковский сервис. И мы сейчас можем платить. Вот это embedded finance. И этот тренд мы наблюдаем все больше и больше. Метаверс. Несколько набившее уже оскомину, наверное, некоторым словом. Но, тем не менее, нам кажется, нельзя не обращать внимания на этот тренд. Потому что те движения, которые сейчас происходят в метаверс, безусловно, приведут к проникновению туда и платежных технологий. Ну, в принципе, метаверс. Начнем с того, что это. Это слияние нескольких цифровых миров с реальным. Слияние виртуальной и дополненной реальности. Такие яркие примеры, о которых вы уже, наверное, слышали. Там концерт Арианы Гранде в этом году, собравший более миллиона виртуальных фанов на площадке. Gucci Garden, фэшн-шоу, который Gucci компания провела в метаверсе и так далее, продав там сумку Gucci за баснословные деньги, цифровую сумку. Все это происходит. Безусловно, самым ярким примером монетизации и платежных технологий в метаверсе на сегодня это игровые платформы, позволю сказать, игровые миры. Это целые миры, в которых очень активно идет монетизация, идут продажи, покупки. Спросите своих детей, они об этом вам расскажут. Поэтому способ для банков участвовать в метаверсе, понять, каким образом мы можем там быть. Для финтеков понять, какие сервисы еще можно предоставлять, каковы боли этих виртуальных товарищей, которые гуляют по метаверсе, которые можно решить с помощью технологий. Это вот одна из таких больших задач на будущее. Ну и крипта. Здесь, наверное, останавливаться долго не надо подробно, потому что этот тренд понятен. Весь спектр от цифровых активов, непосредственно криптовалют, до цифровых денег, центральных банков, о которых говорил сегодня Ирлан, развитие которых очень активно движется, в том числе и в Казахстане. Давайте посмотрим при этом, что делает виза в Центральной Азии для того, чтобы все то, о чем мы только что поговорили, развивалось в Казахстане и находило свое отражение в нашей ежедневной жизни и работе. Безусловно, мы предлагаем большой спектр, я бы сказала, очень большой спектр различных технологий и решений для бизнеса. В первую очередь, непосредственно для бизнеса. Виза Тептуфо, на котором я уже сказала. B2B Connect – платформа, построенная на технологии блокчейн, которая позволяет быстро, удобно и, главное, с очень высокой долей четкости и понимания, где находится платеж, перечислять средства за границу, трансграничные платежи для юридических лиц. Эти решения уже очень активно внедряются в нашем регионе. Решение для потребителей. То, что стало нам привычным, хотя, наверное, пару лет назад это выглядело бы просто космическим чудом. Если честно, до сих пор, когда я оплачиваю платежным кольцом, вот этим своим, это до сих пор для многих выглядит просто как космическое чудо. Я собираю реакции людей на платеж. Самая такая яркая для меня реакция была, я оплатила кофе платежным кольцом, просто прикоснулась к терминалу и оплатила. И кассир молодой парень, он так посмотрел, значит, на терминал, на выползающий чек, на меня, поднял глаза и говорит, теперь я видел все. Таких у меня примеров много, но этот, пожалуй, был самый яркий. И, конечно же, наряду с решениями, которые мы предоставляем потребителям, физическим лицам, нельзя не упомянуть о развитии и поддержке малого-среднего бизнеса. Потому что именно малый-средний бизнес является краеугольным камнем развития экономики любой страны и экономики Казахстана в том числе. Более 90% количества компаний Казахстана – это малый-средний бизнес. Поэтому здесь, конечно, мы очень много фокуса прикладываем для того, чтобы помогать и поддерживать эти компании, помогая им переходить в онлайн. Бесконтакт на транспорте. Еще один огромный тренд. Он очень важен по понятным нам всем причинам. Транспорт есть везде, пользуются им все. Мы уже внедрили acceptance бесконтактный на транспорте в Казахстане. Восемь городов уже работают. И в Нур-Султане, в Астане запущен пилотный проект. А в Кыргызстане 400 автобусов Бишкека принимают карты виза к оплате. В Узбекистане метро и весь наземный транспорт принимают виза к оплате. И если говорить о том, почему это важно, опыт Лондона, статистика в Лондоне показывает, что когда человек начинает использовать безналичные платежи на транспорте, он на 36% больше использует карту и других сегментах платежей. Такие понятные вещи уже, наверное, сегодня, как виза дайрект, перечисления, уже привычные нам P2P, которые принимают еще более удобную форму, перечисления по номеру телефона и, собственно, цифровая эмиссия. Это возможность, это тоже такое из разряда чудо-чудного лет 5 назад, возможность имитировать карту мгновенно, в кошелек, в банковское приложение, точнее, привязывать там к Apple Pay, Google Pay и использовать сразу на месте. Это позволяет банкам намного-намного более эффективно двигаться в направлении развития финтека. Почему в Казахстане, в Центральной Азии в целом, но в Казахстане в частности, все это так замечательно получается? На наш взгляд, основные факторы вот эти. В первую очередь, безусловно, очень эффективное, качественное государственное регулирование, когда регулятор настолько продвинут, простите за такую фразу, технологически и настолько активно и открыто относится к регулированию, построению эффективной системы. Из-за этого, конечно, Ерлан нельзя не отметить усилия команды Национального банка, которые, по сути, построили фундамент, позволяющий нам с вами создавать и развивать финтек. Конечно же, очень сильный банковский сектор, и здесь мы наблюдаем синергию. Банки сами становятся финтеками, и я уверена, вы знаете примеры таких банков в Казахстане, их очень много. И классические банки учатся работать с финтеками, взаимодействуют или сами превращаются в финтеки. И это действительно очень важно, потому что другого пути, пожалуй, у банков нет сегодня. Ну и, естественно, фокус на развитии инноваций, общий наш с вами, и развитие инфраструктуры. Все это ведет к тому, что мы настолько успешны в финтеке. Мы, как виза, наверное, не могли бы эффективно это все поддерживать, если бы немножко не перестроили себя внутри тоже. Мы создали отдельное направление в нашей компании, которое работает непосредственно с финтеками. Есть команда, есть коллеги, которые работают, как мы говорим, с не банками. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем очень рады поработать вместе. Мы создали также программу FastTrack, которая позволяет нам максимально быстро работать с компаниями, не банками, упрощая для них пороги входа или работы с компанией виза. Упрощая требования по капиталу, требования по истории бизнеса и так далее. И это очень эффективно работает, потому что... Сейчас расскажу еще одну историю быстро. Результатом того, как активно мы работаем с финтеком или таким показателем, стала программа Visa Everywhere Initiative. Это своеобразный конкурс стартапов, в рамках которого компании могут получить доступ к менторству в виза, опыту, экспертизе, участвовать в конкурсе и выиграть гранты на развитие своего бизнеса. Для нас, как для визы, это такой определенный, если хотите, сорсинг идей продуктовых, технологических, которые мы также можем использовать. Посмотрите на эти цифры, они говорят сами за себя, насколько успешно проходит Visa Everywhere у нас. И таким как бы результатом всего того, о чем я сейчас рассказала, стали вот эти партнеры Visa, с которыми мы очень активно сотрудничаем, с которыми мы запускали самые инновационные, самые технологичные проекты и решения. Это, безусловно, Симпли, цифровая эмиссия, это, безусловно, Вупэй, Хьюманс в Узбекистане, тоже наш партнер, который осуществляет, это мобильный оператор, который осуществляет цифровую эмиссию, Алиф, цифровой банк в Таджикистане. И вы удивитесь, я приглашаю вас погуглить Алиф Банк в Таджикистане, вы удивитесь, насколько быстро этот банк стал практически лидером рынка. И компания Maya Soft, это компания из Узбекистана, которая стала первой компанией, это финтек Узбекистана, которая стала первой компанией в Центральной Азии, разработавшей и получившей сертификацию технологии Tap to Phone. Причем их технология на данный момент пока что уникальна в мире, потому что они нашли возможность проводить операции без подключения к интернету. Они просто разбивают транзакцию на элементы и вкладывают ее в USSD-сообщение. И это критически важно для нашего региона, где интернет высокогорь есть не всегда, поэтому возможность делать операцию Tap to Phone оплату без интернета, это очень-очень важно для нас. Вот и все, что нам надо знать о развитии финтека в Казахстане. Конечно же нет. Мои коллеги, которые будут выступать дальше, расскажут еще очень много интересного. Я бы хотела только отметить, что виза стояла у истоков развития финтек в мире, в Центральной Азии, в Казахстане и будет продолжать работать совместно с вами, коллеги, совместно с вами, партнеры, для того, чтобы на следующей конференции PLUS в следующем году нам было еще что рассказать нового интересного. Спасибо. Спасибо, Кристина, большое. Там, где вот сервис Buy Now, Pay Later, это же такой синдром несовпадения потребностей и возможностей. Я вспоминаю тост из известного фильма «Давайте выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими потребностями». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...